Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про авторскую настольную игру, разработанную в лаборатории путешествий «Горы не игрушки». Игра призвана показать все разнообразие туризма для того, чтобы каждый смог найти себе в нем место. Суть данной игры в том, что где-то на вершине нашей горы потерялась группа туристов, и наша задача своими фишками подняться к ним и спасти их. Теперь давайте подробнее проговорим про правила. Всего наше игровое поле состоит из четырех кругов, которые вращаются, независимо друг от друга. У каждого из вас, независимо играете ли в опарно или в соло-режиме, есть четыре подобных фишки. Вы ставите их на нижний круг, на сектор с неявным рисунком. Это может быть белочка, грибочки, камыш. Ваша задача — подниматься по игровому полю, чтобы прийти и найти пропавшую группу. На вашем пути будут встречаться препятствия, которые нужно преодолеть и узнать, где ваша группа находится. В качестве этих препятствий будут выступать вот эти желтые кубики, которые в комплекте с игрой должны уйти 12 штук. Изначально, в самом первом ходе, они ставятся на самый верхний круг. Делается это следующим образом. У вас есть два кубика, мы их кидаем, а их значение кубиков суммируем. В данном случае у меня сейчас выпало 6. И первый кубик я ставлю на верхний сектор с цифрой 6. Остальные два кубика я располагаю равноудаленно от него, то есть на четвертый сектор. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Каждый раз, когда чья-то фишка будет находиться на секторе с данным кубиком, он будет выполнять задания. О них я проговорю чуть позже. Играть может в эту игру от двух до восьми человек. Играть можно, как я уже говорил, либо в соло-режиме, каждый сам за себя, тогда вы будете играть за четыре фишки, либо разбиться по парам, и тогда ваша пара будет играть также за четыре фишки. Теперь давайте проговорим, как мы с вами будем ходить и как подниматься по этой горе. В комплекте с игрой у нас идут песочные часы. На один ход дается одна минута. Если минуты нам не хватает, ход переходит к следующей паре или к следующему игроку. Пара игроков, или игрок, так это будем называть, бросает кости. И у него есть два значения. В моем случае это 4 и 6. Предположим, я играю за синие фишки. Я могу, это два независимых значения, два независимых действия. Я могу либо ходить своей фишкой на это значение в любую сторону, либо вращать круги. Для чем мне нужно вращать круги? Дело в том, что подниматься на круг выше я могу не где угодно, а только на секторах с одинаковым рисунком. Например, здесь я стою на реке, и я могу с реки подняться на другую реку. Или, например, с бревна на другое бревно и так далее. А вот если мне не везет, и рядом со мной никак не получается подняться на круг выше, как раз-таки и понадобится вращать этот круг на то значение, которое выпало у вас на кубике. Например, у меня выпало 4. Относительно своей фишки я могу вращать сектор 1, 2, 3, 4. Очень важно, что вращать круги можно не любые, а только те, на которых вы стоите или смежные с ними. Например, если я стою на нижнем кругу, я могу вращать только нижний круг или второй снизу. Если я стою на втором сверху кругу, я могу вращать верхний, второй или третий круг относительно этой фишки. Очевидно, что тем больше ваши фишки распространены по полю, тем больше вероятность вращать круги так, как вам будет удобно. Также важное замечание. Подниматься на круг выше мы можем только в начале или конце хода. То есть я не могу идти сквозь этот сектор, подняться и продолжить свой ход. Я могу здесь закончить и подняться. Либо, когда я здесь стою, подняться и начать свой ход. Сам переход с круга на круг не является ходом. Он, как говорится, бесплатный. Теперь давайте подробнее проговорим про задания. Например, случилось так, что ваша фишка встала на сектор с таким заданием. Что же делать вам? В вашей игре идут две колоды карт. Одна из них содержит шесть слов, расположенных от самого простого к самому сложному, а вторая содержит вопросы с вариантами ответов. Сложность данной игры можно регулировать. Если вы считаете, что вы сможете за одну минуту объяснить пять слов из данной карточки, значит нужно отвечать пять слов. Если вы считаете, что даже одно слово для вашего возраста или навыков игры слишком сложно, то, значит, одного слова будет достаточно объяснить за минуту. Объяснять нужно на словах, не используя на коренные слова или не показывая руками, например, на какой-то предмет. Например, если выпало слово шляпа, не надо показывать на свою шляпу, чтобы было не совсем очевидно. Это такое, наверное, элиас или крокодил, что-то такое. На второй колоде есть вопросы с вариантами ответов. Тут все понятно. Вам зачитывают вопрос, варианты ответов, вы воспринимаете на слух и отвечаете. Правильный ответ здесь отмечен жирным шрифтом. Давайте чуть больше остановимся на карточках со словами. Если вы играете попарно, то когда вы встали, ваша пара, на сектор с таким кубиком, ваша пара получает одну такую карту. И внутри пары один человек загадывает другому слова. Например, пять слов за одну минуту. Если вы угадали, вы получаете вот такую фишку. О них чуть позже. Если не угадали, вы на всех игроков навлекли беду. Теперь давайте подробнее проговорим про угрозы, которые вы зарабатываете, если неправильно выполняете задание. Внизу наших карточек существуют картинки, всего их три разных. Желтая, обозначающая склон, синяя, обозначающая снегопад и красная, обозначающая лавину. Если вы выполнили задание неправильно, то карточка, которой вы ответили неправильно, смотрим на рисунок, обозначенный снизу. Например, здесь обозначен склон. Значит, для всех игроков, которые сейчас находятся на поле, срабатывает угроза склон. Для этого нам потребуется зеленый кубик. В самом начале необходимо понять, где он располагается на поле. Для этого нам нужно взять кости, кинуть их и сложить их значения. 1 и 5. В данном случае у меня получилось 6. Ставлю кубик на сектор с цифрой 6. Когда выпала у нас угроза, у нас есть, у всех у нас, сначала один раунд, круг, при котором ходят все по очереди, для того, чтобы мы из-под этой угрозы разбежались. Те, кто не разбежался, или когда круг заканчивается, для них срабатывает угроза. Склон – это угроза, которая работает на все поле. И когда она срабатывает, все фишки на три сектора стекаются к этой угрозе. То есть мы видим, что он стоит вот на этой секторе, и все фишки на три сектора стекутся к нему. Фишки могут падать с круга на круг ниже. Важное замечание – упасть можно только на один круг вниз. Что же происходит при этой угрозе? Предположим, что фишки были немножко разбросаны по полю, чтобы было понятнее с правилами. Итак, угроза срабатывает. Все фишки перемещаются на три сектора. Раз, два, три. Раз, два. И на один круг мы упали. Три. Раз, два. И на третий круг, на третий шаг, получается, эти фишки выбывают из игры. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. На три фишки стеклись. Итак, это была угроза склон. После этого значок угрозы склон убираем и начинаем следующий ход. Также вы можете неправильно ответить на карточку с угрозой снегопад. Давайте рассмотрим, что происходит во время снегопада. Для снегопада нам нужно три кубика синего цвета. Они ставятся так же, как загадки, и так же, как, собственно, и все угрозы, и все остальное. Мы кидаем кости. У меня выпало сейчас шесть снова. Первый кубик ставим на шесть, остальные равноудаленно. Либо через три сектора, либо просто на четвертый, по-другому говоря. Итак, снова. Когда выпала такая угроза, когда мы ее поставили, у нас есть еще один круг, когда ходят все, чтобы мы разбежались под этих секторов. Если же вы не успели разбежаться, все фишки, которые находятся на одном секторе под этой угрозой, на один ход замораживаются, не могут ходить. Замораживаются именно фишки. Сам игрок может ходить другими фишками. То есть, вот эта вот фишка и вот эти, потому что находятся под этой, замораживаются на один ход. Можно просто положить на бок. Здесь фишек нет и здесь нет. Один ход они не ходят, после этого снова продолжают игру, а значок снегопада мы убираем. Также у нас есть последняя третья угроза, которая называется лавина. Наверное, это самая опасная и самая сложная угроза. Итак, еще раз, предположим, кто-то из нас встал на сектор с загадкой, делал задание, выполнил его неправильно, и у него досталась карточка со значком лавины, красный значок. Для этого нам потребуется красный кубик. Мы снова разыгрываем место положения, его фишки стоит на циферке 9. И после этого у нас снова есть один кон, чтобы разбежаться из-под этой лавины. Лавина работает на три сектора. Тот, на котором стоит, и те, которые находятся рядом с ней. Если мы за один круг наших ходов не успели из-под нее уйти, пусть будет вот так расположено. Если мы не успели из-под нее уйти, она работает на три сектора, напоминаю, она срабатывает. На один кон эти фишки, как и при снегопаде, замораживаются. По сути, их засыпает лавиной. И для того, чтобы эти фишки спасти, чтобы они не выбыли из игры, к ним нужно во время этого хода будет прийти. Либо игрокам своей команды, либо игрокам чужой команды. Нужно просто будет встать рядом, и фишка снова оживает. Ей можно будет ходить. Если же к фишкам никто не подошел, фишки эти, на которых сработала лавина, выбывают из игры. Еще раз. Когда у нас срабатывает угроза, у нас есть один ход у всех, чтобы мы из-под этой угрозы вышли. Независимо, снегопад, это лавина или склон. В следующем кругу она срабатывает. И все, кто оказались под этой угрозой, под лавиной, замораживаются на один ход. Если за этот ход, при котором они заморожены, их никто не спас, эти фишки выбывают из игры. Теперь давайте подробнее рассмотрим саму механику игры. Итак, напоминаю, у каждого из вас есть четыре фишки, которыми вы играете. Пятая фишка из набора нам пока не нужна. Каждая пара, или в соло-режиме каждый из вас по очереди бросает кубик. У него есть два действия, которые он сам выбирает. Ходит он фишкой или вращает круг. Можно два раза ходить, два раза вращать и комбинировать их как угодно. Мы с вами ходим, перемещаемся, что-то делаем, поднимаемся наверх. Круг заканчивается, когда все походили. Первый круг завершили. После этого те загадки, которые установлены у нас на верхнем кругу, спускаются. И добавляются новые три загадки. Мы снова бросаем кубики, выставляем на верхнем кругу наше задание. И начинаем заново ходить. Мы снова бросаем кубики, снова куда-то двигаемся, стремимся встать на задание. Снова круг заканчивается, когда все походили. И начинаем действовать дальше. Снова загадки спускаются на один уровень. То есть так происходит каждый круг. Добавляются новые задания. И так происходит постоянно. Очевидно, что чем выше вы поднимаетесь, и чем больше вы ходите и перемещаете свои фишки, тем больше вероятность собрать задания. А теперь главный вопрос. Зачем же они нам нужны? Дело в том, что если мы правильно выполняем задание, мы получаем вот такие жетоны кода. Части кода. Как только вы соберете таких четыре, вам необходимо выстроить последовательность на поле так же, как есть у вас фишки. Например, у меня сейчас есть фишки трава, снег, лестница и вода. Трава. Это все сектора с неявными рисунками. Они есть только на нижнем кругу и на верхнем. Например, у меня есть трава. Вот вода совпадает. Снег и лестница. Мне нужно сделать так, чтобы эта дорожка достроилась. Для этого моей фишки в свой ход придется данные круги вращать. Вот. Оказалось, его нужно будет один круг провернуть в свой ход. И когда я смогу построить такую дорожку на поле, я говорю, я собрал ход. И в этот момент ведущий или один из вас на той линии, где я собрал свою последовательность, устанавливает мою фишку группы. Это вот такие туристы разноцветные, соответствующие вашим фишкам. И после этого мне необходимо хотя бы одной фишкой прийти к нему и встать с ним рядом. И я игру выиграл. Итак, мы поднимаемся, выполняем задание, собираем 4 части кода минимум. Возможно, потребуется больше, если картинки получатся у вас одинаковые. Собираем 4 части кода, выстраиваем на поле такую дорожку, или возможно она уже будет готова. В этот момент нам устанавливают нашу группу, которую мы ищем. И нам нужно хотя бы одной фишкой дойти до нее. Игра после этого закончена. Важные замечания. Задания, на которые вы встаете, выполняются не сразу, как вы на них встали, а когда все доходят, в конце круга. Тогда вы только получаете карточку и выполняете задания. Также задания всегда выполняются раньше, чем срабатывает угроза. Например, пусть будет склон. И мы стоим на загадке. Если сначала у нас бы срабатывал склон, то мы бы от загадки от нашей уходили, теряли ее. Это неправильно. Поэтому сначала мы выполняем задание, а только после этого срабатывает угроза, и мы там куда-то перемещаемся, перетекаем, убегаем или замораживаемся. Также в наборе с нашей игрой присутствует фишка черного туриста. Она необходима для того, чтобы определять того, кто ходит первым в каждом кругу. Эта функция будет перетекать от одного человека к другому. Например, при первом ходе ходил я первый, и у меня есть этот черный турист. Я держу его, или может быть он стоять рядом со мной. Все по очереди походили. Дальше первенство переходит к следующему человеку. Только в этот момент, когда все уже походили по одному разу, он переходит к следующему человеку. Снова все походили. После этого он переходит к следующему человеку, кто играет. Если вы ходите первый, а после этого происходят угрозы, у вас всегда была возможность куда-то походить и не оказываться последним в самом невыгодном положении. Также в коробке с вашей игрой вы можете найти книжку с правилами, в которой все будет подробнее описано в помощь моим словам, а также вот такую карточку для турнирной игры. Именно для этой карточки и существуют пятые фишки игроков. Они устанавливаются на старт, и за какие-то определенные действия они либо набирают очки, либо эти очки теряют. Об этом подробнее рассказано в правилах. Во время турнирной игры игра играет всего 10 ходов, и после этого определяется победитель. Чем больше очков набрал человек или команда, тем, естественно, он его больше шансов выиграть. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, я доступно объяснил правила. Всем спасибо и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok